С вами Николай Пимненко в проекте Дата. Сегодня 28 апреля. День работников скорой медицинской помощи. И хотя это пока не официальный праздник, активность медработников и ряда пользователей интернета и социальных сетей направлена на то, чтобы он стал профессиональным. Днем работников скорой медицинской помощи не от ложки. История оказания помощи обездоленным, которые пострадали от мороза или болезни, покалеченным людям в России уходит корнями в 15 век. И связана она с деятельностью благотворителей, а также богоделин при церквях и монастырях. Сегодня Всемирный день охраны труда, а также день борьбы за права человека от химической опасности. День химической безопасности отмечается в России. Дата приурочена к трагедии, которая произошла в Чувашии. В 1974 году на химическом предприятии начинается пожар. Он сопровождается мощнейшими взрывами. Склады находятся буквально под атакой бомб, потому что бомбы там хранились. Эти бомбы начинены смертельно опасным газом. Ценой здоровья и жизни специалисты смогли не допустить выхода возгорания за пределы предприятия. Каждый год в День химической безопасности экологические и природоохранные организации проводят встречи с работниками химического производства в местах производства и хранения химического оружия, организуют встречи с представителями власти и СМИ. У родившихся в этот день 1907 год в этот мир приходит Зоя Воскресенская, писательница. Люди старшего поколения помнят ее детские хрестоматийные книги о Ленине, повести «Сердце матери. Надежда». Но писательской деятельностью Зоя Ивановна занимается только после выхода на пенсию. 26 лет она была советским разведчиком. Работала шифровальщицей в Китае, резидентом в Австрии, Германии и Финляндии. В июне 1941-го подготовила сообщение о дате нападения на Советский Союз. В 1956-м Воскресенская выходит в главку, а уже через год был напечатан ее первый рассказ. 1924 год. День рождения Донатаса Баниониса, народного артиста СССР. В сороковые он заканчивает актерскую студию при Паневежском театре и становится профессиональным актером. Вскоре оказывается в кино. Признание приходит после фильма Витаутаса Жалакавичуса «Никто не хотел умирать». Фильм снят в 1966-м году. Лента рассказывает о периоде становления советской власти в Литве. Там картину принимают неоднозначно. К тому же Банионис, по сути, встает на защиту советской власти. Но со временем недовольство утихает. А дальше начинается фантастическая кинокарьера. 1937 год. Рождается Саддам Хусейн, президент Ирака. Мать дает сыну имя, которое в переводе с арабского означает «тот, кто противостоит». Несмотря на все тяжелые испытания, которые выпали на долю Хусейна в детстве, самым большим потрясением юности для него стала смерть любимого коня. 15-летний подросток испытал настолько глубокий шок, что на несколько недель у него оказалась парализованная рука. Повешенный 30 декабря 2006 года по приговору суда Хусейн стал первым главой государства, казненным в 21 веке. События этого дня. 1784 год. Изобретатели Лунуа Беневинью во Франции демонстрируют первую официально признанную самодвижущуюся модель вертолета. В 1827 году император Николай I издает указ об учреждении корпуса жандармов. Идея принадлежала генерал-адъютанту Бенкендорфу, который предлагает учредить высшую полицию под начальством особого министра. В охранном отделении Петрограда перед февральской революцией в штате их было всего 600 человек. Надо сказать, жандармов в России никогда не любили. Даже высших чинов в приличных домах никогда не принимали. 1838 год. Я окрестил свой процесс так Дагера Тип. Этими словами Дагер заканчивает письмо к сыну покойного Ньепса Исидору. По таким названиям фотография станет известна человечеству. 1945 год. Партизанами схвачен и расстрелян Бенито Муссолини, который попытался бежать в Швейцарию. Он основал фашистскую партию. В октябре 1922 года становится самым молодым на тот момент в истории Италии премьер-министром. Бенито Муссолини уничтожает оппозицию и безраздельно правит королевством до 1943 года. А затем еще почти два года на оккупированном немцами севере полуострова. 1955 год. Первые строители космодрома Байконур прибывают на место. Между тем расположение этого объекта в казахстанской степи было выбрано не случайно. Удаленность от больших трасс, железнодорожных путей, от границы более 300 солнечных дней в году, мало осадков, низкая влажность, короткая зима. Лучшего места для запуска ракет нет. 1963 год. Вступает в строй аэровокзал Внуково-2, построенный для обслуживания специальных рейсов с правительственными делегациями. В 1994 году подписывается договор об общественном согласии с целью закрепления стабильности в обществе после кризисных событий 1993 года. Еще одно событие этого дня. 2016 год. С космодрома Восточный осуществлен первый пуск ракеты. Ракета-носитель «Союз-2.1А» с блоком выведения «Волга» выводит на орбиту три космических аппарата. Михаила Ломоносов, АЭС-2Д и наноспутник «Самсад-218». Журналисты пишут, начало положено. Новый космодром создается по последнему слову техники. И это общее достижение России и ученых, конструкторов, рабочих и строителей. Новости о хищениях на строительстве космодрома несколько лет не будут сходить со страниц СМИ. Будут возбуждаться новые уголовные дела, выноситься громкие приговоры. Высшее руководство страны будет произносить обличительные речи. К тому же будут происходить неудачные пуски. Но строительство продолжается. И будем надеяться, что все задачи рано или поздно будут выполнены. С вами был Николай Пемненко в проекте «Дата». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова